приветствую вас дорогие мои подписчики гости моего канала с вами елена и канал о вязании и не только уже больше месяца я не снимала видео сегодня я хочу вам показать то что у меня было связано за май месяц и вот уже сегодня 13 июня то что я вижу начну я с детских вот таких вот вещичек это пинеточки 4 пары пинеток таких вот эти пинеточки уйдут у меня на продажу за ними уже придут скоро вязала я из остатков это вот это вот детская новинка точно скажу это огонек от пехорки это тоже семеновская пехорку точно не помню какая-то пряжа остаточки у меня были моточки я их использовала на пинетки такие четыре пары пинеток получилось здесь вот ленточки я сделала а на этих пинетках я еще буду делать или ленточки или помпончики сделаю что посмотрелись красиво на ножках вашей по размеру если смотреть то примерно наверно 11 сантиметров немножко получилось то 10 11 метров 10 и сантиметров ножка такие вот пинеточки такие носочки это тоже у меня пряжа вот из такой пряжи здесь 100 граммах 420 метров 75 процентов 625 процентов полиамид в одну ниточку я вязала спицами номер 2 связалась вот такие две пары тоже маленькие совсем носочки вот эта пара у меня уйдет это на заказ это на продажу такие вот маленькие носочки интересный рисунок получается так и еще такие носочки это тоже из остатков по-моему это или детская кроха или в моточках буквально такие моточки у меня оставались я решила использовать на носочки неважно что лето у нас и зима бывает поэтому такие носочки у меня получились здесь получается стопа 16 с половиной сантиметров такие носочки дальше из готового у меня связалась такая футболочка я и называю полосатик из пряжи ализе экстра это был подарок два моточка у меня ушло сколько было два столько и ушло 100 граммах 220 метров по составу стопроцентный акрил что по этой пряже хочу сказать что она теплая акрил но не такой акрил который вот хрустит акрил такое ощущение что с добавлением шерсти что ли потому что в жаркую погоду не оденешь вспотеешь из такой пряжи здесь вот на этикетке показаны носки вязать да я согласна что носки можно вязать но можно также связать и кофту но у меня кофта не получалось поэтому из двух мотков получилась вот такая хорошенькая футболочка но учитывая то что у нас конец мая и начало июня были холодные и я прекрасно носила эту футболку поверх одевала ветровку и мне не было холодно вот такая вот получилась футболочка теперь значит из а из готового значит еще хочу сказать по поводу платья которое я вязала крючком в совместном проекте алина вяжет который организовала ссылочку на ее оставлю я на ее канал оставлю в инфобоксе мы вязали платье ананасы это платье я хотела его одеть на свой день рождения в мой день рождения была нелетная так сказать погода и тем более был рабочий мой день я была на работе мне совсем было бы в нем некомфортно на работе находиться я его не одела но после моего дня рождения приехала ко мне сестренка как обычно я с ней поделилась пряжей и она когда увидела на вешалке это платье она была в полном восторге и очень меня упрашивала чтоб я его подарила и конечно же я не устояла потому что ну связать я всегда смогу себе потому что уже у меня и есть в компьютере все видео по этому платью я скачала себе которые алина снимала мастер-класс и при возможности я куплю себе пряжу и обязательно еще свяжу дальше что у меня в процессах процессах у меня заказ связать комбинзончик на мальчика у меня было два матка мне надо еще один докупить чтобы довязать рукава и купить пуговички такой вот комбинзончик что по этому комбинзону хочу сказать значит пряжа извините окошко закроют пряжа ализе лана год классик 100 грамм от 240 метров и в 51 процент акрил 49 процентов шерсть одна из любимых моих пряж вязала я этот комбинзон ну как не скажу что с головы на вот там увидела что девочки вяжут да что такое собака на нас сегодня так в общем по комбинзончику рисунок нашла в интернете косу и решила вязать ее здесь вот так же я с одного видео взяла как вязать матнюшку вот таким способом с другого видео я взяла как вязать капюшон вот таким вот способом покажу здесь по центру петельки прибавляла до определенной высоты а потом вязала поворотными рядами и сшивала вот здесь делала крючком сшив здесь еще не убрала даже ниточку такой вот шовик на левой стороне и вот такой вот на правой рукава тоже буду набирать по пройме и вязать по кругу может быть даже маджи клубом клубом чтобы два рукава вязать вместе вот ну и приобрету конечно пуговички пришью и этот комбинзончик вместе вот с этими носочками вот с этими носочками комбинзончик отправится в подарок но не в подарок а на заказ вот теперь я совсем вам забыла показать еще один комбинзон который я связала вот из такой же пряжи детская новинка сейчас покажу вам вот такой вот комбинзончик покажу вам это мой пробный вариант потому что мне на заказ надо было связать узнать как вязать его я попробовать решила с детской новинки я вязала его в две нити здесь я делала на на вот этом синим комбинзон чеки я сделала матнюшку вот провязала немножко потом уже делала для пуговичек на этом комбинзоне я сразу здесь делала такой вот для пуговичек не провязывала ряды пуговички я буду менять потому что они удобно их расстегивать они цепляются вот за эти различные ушки крылышки как говорю это пробный вариант и здесь капюшон я вязала просто так вот без всяких прибавлений а нет ну да я здесь немножко делала прибавление но делала вот до сюда вот буквально вот прибавление сделала надо было немножко еще провязать и надо было здесь вот немножко прибавить чтобы сюда побольше заходил капюшончик но как говорю это вот пробный вариант вот такой вот капюшончик ушло не помню сколько моточков не записывала я только ушло рукава единственное что вот еще мне не нравится в нем как я сделала плечевые швы сшила крючком по правой стороне вот таким способом я все-таки наверно распущу рукава распущу капюшон переделаю шов на плечах перевяжу капюшон и заново свяжу рукавчики и я его выставлю на продажу ну естественно поменяю пуговички так ну а теперь дальше по моим процессам в процессах у меня крючок крючок потому что внученьке дали место в садике в августе она пойдет в садик и я решила ей навязать юбочек ну естественно одну юбочку для дочь из остатков опять-таки хлопок у меня заканчивается совсем ни о чем осталось даже скомбинировать ничего но у меня на почте ждет посылка поэтому ближайшее время будет еще одно видео о посылке которую я получу с пряжей и так значит вот это пряжа коко остатки как вы помните с платья которое я вязала для внучки вот этот остаток я хотела его скомбинировать это от пехорки успешная вот она более-менее подходит по метражу сколько но ее мало и поэтому я жду посылку мне там придет успешная пряжа я свяжу юбочку здесь опять-таки остатки пряжи ромашка от пмк акирова это же это вот остатки вот даже ниточка последняя но я хочу именно вот таким цветом связать юбочку поэтому я докуплю еще один моток его достаточно будет чтобы довязать юбку докуплю моток и его довяжу юбочку вяжу крючком по моему это двойка нет он полтора стирается надписи поэтому так неудобно номер не знаешь крючок точно еще также у меня осталось ализодива ботик я вязала из нее юбку фотографию ставлю себе юбку вязала для дочи тоже фотографию ставлю и у меня осталось также ниточка я решила связать юбочку для внучки получается очень ярко красивая такая праздничная юбочка в садик очень красивая ну вот это все процессы мои и все мои работы еще значит у меня подружка моя знакомая а вот же у меня еще коко есть белая так извините отключилась маленько значит есть еще вот у меня белая коко я хотела что-то вот так вот сделать но мне не понравилось и поэтому будет другой цвет значит у меня девчонка знакомый она шьет и она знает что я вижу и она решила вот не сделать подарочек я говорила что мне хочется вот такой вот сумочку под проекты но она сделал мягкую без но она не стоячая как вот обычно делают сумочки немножко стоит вот она мне сшила вот такую сумочку под проекты здесь кармашек молния двойная хочешь с одной стороны открывая хочешь другой стороны такая двойная молния на лямочки у меня хорошо входят эти проекты которыми я занимаюсь занимаюсь именно вот крючковые которые я их сюда ложу они у меня здесь хранятся на этом все значит в ближайшее время выйдет видео о покупках пряжи посылка которая мне придет ну и на этом все мои хорошие пишите пожалуйста комментарии подписывайтесь на канал удачи вам всех благ и берегите себя пока 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 пока